Славик, я думаю, что ты должен научиться проповедовать. В случае чего ты сразу говоришь проповедь и всё заканчивается благополучно. Хорошо, я сегодня уже много говорил, я постараюсь сегодня уже не говорить много. И мы только обратим внимание на текст Священного Писания. Который мне очень нравится и очень важен для меня. Хочу поблагодарить хористов, спасибо большое. Как всегда, музыканты любят спеть и уйти, проповедь уже не слушать. Это бывает, понимаете, это профессиональное. Так что спасибо вам за хорошее пение. Очень приятно. Приятно то, что меня всегда удивляет в некоторых людях, которые делают всё профессионально, даже для маленького количества людей. Их было больше, чем нас, которые слушали. Но они пели очень профессионально. И я думаю, вы спели самые лучшие песни. Спасибо вам. Это очень важно. И вечером сегодня я хочу пригласить нас к молитве и закончить особенными словами апостола Павла, который обратился к церкви в Филиппах. Это была особенная церковь для него, потому что его служение там началось по-особенному. Он пришёл в этот город по приглашению, особому приглашению, которое Бог дал ему через видение, когда муж македонянин пригласил его и сказал, приди, помоги нам. Он пришёл туда, там, знаете, я так иногда думаю, если я на месте Павла. Ну вот я пригласил мужчина к служению, то есть приди, помоги нам. А первым, кто покаялся, женщина. Правда, парадоксально. Потом ещё одна женщина у него появилась там в Филиппах, которая провозголошала о нём, что это человек святой, и эти мужи проповедуют вам правду. Тогда он изгнал этого беса, и получилось так, что за доброе дело им пришлось получить наказание, и это непростое. Особенная ситуация, которая сложилась, когда мы читаем послание к филиппийцам, это послание особенно есть в том, что оно называется посланием радости. Посланием радости в связи с тем, что, несмотря на то, что Павел в то время был в тюрьме, он не был на свободе, он пишет им о радости, и всегда говорит о радости. Но его вступительная часть в этом послании очень особенная. Особенная в том, что он говорит о совместном служении его и церкви. Он не разделяет его. Иногда у миссионеров есть такая склонность, что я это одно, а моя церковь это другое. И церковь, в которой я служу, это что-то другое. Павел видит себя и церковь как единое целое в служении, благовестии и донесении Евангелия людям, которые не знают. Посмотрите, что он пишет этой церкви. Павел и Тимофей, рабы Иисуса Христа, всем святым во Христе Иисусе, находящимся в Филиппах, с епископами и диаконами. Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Благодарю Бога моего при всяком вспоминании о вас, всегда во всякой молитве моей за всех вас, принося с радостью молитву мою, за ваша участие в благовествии от первого дня даже до ныне, будучи уверен в том, что начавший в вас доброе дело будет совершать его даже до дня Христа Иисуса. Как и должно мне помышлять о всех вас, потому что я имею вас в сердце и в узах моих, при защищении и утверждении и продвествовании вас всех, как соучастников моих в благодати. Бог свидетель, что я люблю всех вас любовью Иисуса Христа и молюсь о том, чтобы любовь ваша еще более и более возрастала в познании и всяком чувстве, чтобы, познавая лучшее, вы были чисты и неприкосновенны в день Христов. Исполненный плодок праведности Иисусом Христом в славу и похвалу Божию. Очень хорошие слова. Хочу поделиться с вами некоторыми своими открытиями, что касается апостола Павла. Особенно проповедники любят проповедовать на послание Павла уже там, во второй его части. Там, когда можно сказать о чем-то, призвать к чему-то. Но мы всегда игнорируем первую часть послания, особенно вступительную часть, потому что мы думаем, что это неважно. Но как раз здесь заложены основы того понимания, к чему Павел стремится и что он хочет сказать, что он думает о тех людях, к которым обращаются. И в этом послании есть его очень важный момент, к которым он обращается. И на то, что хотел бы обратить внимание, мы не имеем времени, чтобы изучать все 11 стихов, но некоторые мы посмотрим. Шестой стих. Будучи уверен в том, что начавший у вас доброе дело будет совершать его даже до дня Христа Иисуса. Итак, то, что было начато Христом в нас, в нашем призвании, в нашем служении, он ожидает, что мы закончим его или будем продолжать его до его пришествия. Хочу сказать простую вещь. Мы должны понимать, что верующие люди не могут останавливаться на достигнутом. Иногда нам кажется, что все там, возможно, Варшавская церковь думает, у нас уже есть хор, и нам больше ничего не надо. Я тоже так думал в моей церкви. Мы имели 5 хоров, у нас была воскресная школа, 110 детей есть. У нас молодежи 65 человек, у нас 270 или 280 членов церкви. Мы имеем разные направления служения, все, нам больше ничего не надо. И однажды Бог сказал нам, в вашем городе есть глухие люди, которые должны услышать Евангелие. Мы начали служение для глухих. Потом Бог сказал нам о том, что мы должны знать о людях, которые проповедуют в мусульманском контексте. И мы пригласили их для свидетельства в нашу церковь. И это изменило нашу церковь. То, что я понимаю сегодня, и то, что хочу сказать для всех нас, мы не можем останавливаться на достигнутом. Потому что совершенство придет только с пришествием Христа Иисуса. И поэтому то доброе дело, которое было начато Христом в нас, когда мы познали Его, получили спасение, Он хочет, чтобы мы продолжили, передавая. Я не знаю, как польские церкви насчет стратегии, но хотел спросить, сегодня сидели здесь братья, у меня так и было желание спросить вас. Видите ли вы развитие вашей церкви в четвертом поколении? То есть на сто лет вперед. Мы скажем, да нет, а если завтра Христос придет? Зачем? Отмазка. Спасибо. Это правильно. Но Павел, он знал, он ожидал пришествия Христова, все очень серьезно. Он ожидал его. Но когда он пишет послание к Тимофею, он говорит, то, чему ты научился у меня, передай кому? Верным людям, которые смогут и других научить. Итак, сколько поколений мы видим? Павел, Тимофей, верные люди и другие. По крайней мере, до третьего поколения он видит верных людей. Он не знает, что будет после верных людей. Но он в третьем поколении видит верных людей служению Богу. То, что было начато, он видит дальше. Видим ли мы сегодня это? Сегодня эта конференция была не просто для того, чтобы поделиться опытом или информацией, чтобы послушать хороших спикеров, чтобы услышать что-то новое. Мы не афиняне, которые хотим слушать всегда что-то новое, чего никогда ничего не слышали. Это конференция для того, чтобы продолжить дело, которое было начато самим Христом. И делать мы его можем, как говорит Павел, только вместе. Он находится в тюрьме. Фессалоникийцы находятся в своем городе, не служат. Но говорит, вы вместе со мной принимали участие в благовестии. Даже тогда, когда он делал благовестие индивидуально, один на один. Это был очень важный момент. Второй важный момент, на который бы хотел обратить внимание. Павел говорит уже в заключении вот этого размышления, потому что следующее его размышление с 12 стиха говорит о чем-то другом. Но один из трястиг говорит следующее. Давайте с 10 начнем. Чтобы познавая лучшие, вы были чисты и непрекосновенны в день Христов, исполненный плодом праведности, Иисусом Христом, славу и похвалу Божией. Важный момент. Наша христианская жизнь это не просто жизнь, которая просто проживается. О чем говорит Павел? Павел говорит о результате нашей христианской жизни. То есть он ожидает от того труда, который мы исполняем, от того служения, которое мы делаем, плод или результат по-современному. То есть любое предприятие, которое мы начинаем, оно должно иметь свои плоды или свой результат. Кто хочет сказать Павел? Наши служения и наша работа должны быть не просто, ну, Бог знает. Мы тоже так любим списывать на это. Бог знает. Бог знает. Я верю, что Бог знает. Знаем ли мы это? Это другой вопрос. Поэтому Павел призывает, что наш труд или работа, которая у нас призывает, она должна принести плод или результат. Мы должны работать на результат. Как вы думаете, стоит ли делать подобную конференцию ради того, чтобы один человек изменил свое мнение о миссионерстве? Мы в прошлом году сделали миссионерский форум. На нем присутствовало около 1800 человек. И все нас спрашивали, зачем вы это делаете? В Украине война. Можно ли вот в такое время делать вот такие мероприятия грандиозные, снимать один из основных залов в Украине, где проходят разные мероприятия, платить большие деньги, созывать людей, ну и так далее. И лучше ли было бы, если бы эти деньги, ну и каждый начинает рассказывать, куда их можно распределить. Хотя сам ни одного цента не пожертвовал на это предприятие. Как обычно у нас бывает, все распоряжаются, те, кто не жертвует. Правильно? А нужно ли это было делать? И все говорили, ну а зачем, а какой смысл? Я вам хочу сказать, что если бы мы не сделали этого миссионерского форума, да, сегодня мы в нашей украинской церкви не были бы открыты к миссионерству так, как это сегодня. Сегодня я могу вам засвидетельствовать лично, потому что непосредственно участвую в этом служении, когда люди сами тебе звонят и говорят, слушай, Бог побуждает меня поддержать в этот год миссионера. Так, в любой мусульманской стране, там в Средней Азии или на севере Африки, мы готовы, я готовы жертвовать каждый месяц. И поверьте мне, они маленькие суммы. Я спрашиваю себе, Господь, откуда у них такие деньги? У людей есть это желание. Люди, которые побывали на миссионерском форуме, пришли к решению, мы готовы, некоторые миссии сказали, мы готовы поддержать 21 точку вашего служения, ваших миссионеров за пределами Украины. Помочь им хотя бы чуть-чуть, но чтобы их служение было чуть полегче. Скажите, стоило для этого сделать? Скажу вам, что те деньги, которые мы вложили в миссионерский форум, сегодня возвращаются на 100% пожертвованиями, призывами к миссии людей, которые услышали и готовы служить. Поэтому хочу сказать, что каждое дело, которое мы начинаем, оно приносит плотный результат. Мы готовы, мы должны быть готовы к тому, чтобы идти к этому результату и увидеть его. Павел, когда говорит филиппийцам об этом, он говорит, я хочу, чтобы вы были наполнены этим плотом. Вы понимали это и двигались к этому. И поэтому это очень важное и большое благословение. Поэтому хочу сегодня всех пригласить к тому служителей, которые сегодня здесь, которые слушают себя лично, чтобы понимать ту истину. То, что было начато Христом, оно продолжается и не может закончиться. И мы сегодня здесь не для того, чтобы подвести итог, сказать все. Мы сегодня здесь для того, чтобы переосмыслить и двигаться дальше. Лучше. С определенными целями, которые приведут нас к результату. И каждый из нас должен работать на результат. То есть на плот, который хочет видеть у нас Господь. И иногда мы говорим об этом плоте, как типа о личном каком-то достижении, святости или еще чем-то. То есть я стою лучше. Это один момент. Павел и об этом говорит. Но здесь он говорит о другом. О результате благовестия и проповедования Евангелия. Которым имеет участие и он, и церковь в Филиппах. Он и церковь, они достигают этого результата. Далее мы будем видеть, что он даже радуется тому, когда люди стараются, ну как это сказать, подражать ему, как попугаи. Думая, что если они это будут делать, это будет лучше или еще что-то. Говорит, я и тому радуюсь, потому что проповедуется Евангелие. Он понимает, что оно принесет свой полный результат в жизни людей. Поэтому я хочу сказать, что если даже сегодня мы не видим этого, мы не, может быть, уже долго ожидаем. Мы должны помнить, что он будет. И мы должны двигаться к этому результату, которому призывает нас Господь. Поэтому пусть Господь даст нам мудрость и силы. И то, что сегодня было начато, о чем мы сказали, о чем мы услышали. Возможно, каждый, возможно, не все мы могли сказать, но каждый для себя что-то принял. Какое-то решение. Пожалуйста, давайте будем продолжать двигаться вперед. Да? К тому результату, которому призывает нас Господь. Аминь? Давайте, Бог. Наш Господь, мы благодарны Тебе, что Ты с нами, и Ты благословляешь нас. Благодарны Тебе, что Ты призываешь нас к ответственности. Господь, мы благодарны Тебе за то, что мы дети Твои, мы братья и сестры. Потому что кровь Сына Твоего, она объединяла нас. Слава Тебе за это. Благодарю Тебя, что несмотря на то, где бы мы ни находились, в Украине, в Польше, в Англии, в Западной Европе, в Северной Америке, в Азии, в Африке, Господь. Мы должны проповедовать Евангелие. Поэтому помоги нам это делать. И чтобы дело, которое было начато Тобой, когда Ты пришел на эту землю, проповедуя Евангелие, мы продолжили это до того дня, когда Ты снова вернешься за нами. Также, Господь, я прошу Тебя, не давай нам унывать в деле служения, но всегда дай нам видеть тот результат, который Ты ставишь перед нами, чтобы, достигая его, был прославлен Ты. Спасибо Тебе за это время, которое мы имели вместе. Спасибо Тебе, что мог познакомиться с новыми братьями и сестрами, мог иметь с ними общение, мог учиться у них. Спасибо Тебе за Максима и его служение, и за то, что он организовал эту встречу Господь и братьев, которые помогали ему. Благословил его и дальше в том, чтобы координировать эту работу. И это служение, которое было начато, оно продолжало развиваться, и Ты через это был прославлен. Тебе поклоняемся, Тебя любим, Тебя прославляем, Тебя благословляем наш Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Спасибо, брат.